сделаю привет зрителям чатик здравствуйте youtube туда же приходите на стримы на goodgame я знаю что вы это слышите играет сейчас китор против зверя в пижаме два моих ученика из мастер лиги зерк против терна и наверное надо сделать ну хотя бы одну пафосную заставочку хотя бы одну погнали это будет завод и причем довольно длинная было 7 до 4 побед главное что не завозе потому что завоза это было бы совсем ужасно разминки надо было делать дошего матча восемь звезды не ну можно конечно заставить их поменять свои расы будет повеселее делаем вставки которую думаю вы помните сплэша тоже мы с ним много играли в командный режим до сих пор не знаю что за клан вовчик в чем его смысл это газ пол от зерга на большой карте на очень большой карте зачем делать такой ранний газ зачем делать такой поздний пул не вижу смысла абсолютно врачами не подожмешь скорость собакам на ранние не нужна гелионы пока приедут уже 4 клины у зерга будут даже в теории я бы влепил сразу пул и нажимал только sd и показал бы газ наверно только после пула причем когда он даже достроится единственная карта на который не может ничего произойти кроме ну конечно же прокси рипера еще бывает но их можно разведать если здесь нету прокси бараков то вряд ли нормальный человек на этой карте будет делать риперов с одной базы с мейна тремя бараками но это полный абсурд во китору и киторых и сплэш понимает что делать нужно занимать экономику на ранней стадии ну а рипер так чтобы была хоть какая-то разведка хоть какая-нибудь китор причем не снимает рабочих с газа продолжает добывать дальше очень интересно зачем ведь он таким образом уменьшает свою минеральную экономику увеличивает газовую может где-то для скорость овером оверы конечно очень поздний но вот сейчас китор видит базу надо овер отводить в сторону или улетать на хайграунд и попытка забрать хотя бы одного рабочего но это можно сделать к виной поставите банально сюда куда-нибудь что она не мешалась не знаю странно должны по идее наработать нормально плеера гг не видно продакшна а вот сейчас да сейчас это конструктивная критика спасибо разные захваты все время менять их неудобно хороший овер очень четкий видно перевод рабов видно занимается ли третья база а может быть и не видно кстати и все не видно нужно чуть-чуть поближе в овера подвести чтобы краешек увидел хотя фиг знает как получится рабов мало переводит сплэш на золото пытается занять голду сам и успевает каким-то образом это сделать ой-ой-ой-ой-ой вы видели какой момент вот это да такой такая чушь рипер от своей мины прыгнул в сторону и зажал сам себя около минералов собаки ему в этом просто помогли просто н неудача такой провал отбивать нечем даже 4 собаки он где ж твои маленькие то дружище а он решил их разделить два влево два вправо куда-то повел два еще вправо два еще вправо нужно здесь всех майков держать если что сапой закрывать есть в этом смысл кстати слышно меня нормально не тихо не громко а то я даже не знаю как меня слышно микрофон очень странный так чё китар делать дальше скорость овером но это понятное дело она нужна дронится хорошо вроде вроде дронится лишнего вроде тоже не строит ну и несмотря на то что карта очень большая очень большой большое внимание уделяет крипу даже четырьмя квинами двумя из которых он будет двигать крип однако она пойдет на третью базу пока этого не произошло вот китар очень поздно ромов переводит надо заранее это все делать даже эти 10 секунд пока дрона не добывали это уже конечно это не решит игру в корне но из этих всех вот таких косячков складывается общее впечатление об игроке что в целом там происходит как пристройка сплэш как я говорил выходил мастера тиранами тоже не знаю давно ли он ими играл насколько он вообще разыгран именно этой расы сейчас у него оборона уже четко есть по крайней мере танк если вы летают быстро есть смысл побаиваться дропа лингов в теории поэтому какой-нибудь саплай против того же не дусы или лингов я бы все-таки сделал если в овера быстро не летали можно было бы не делать хотя все равно такой бой спасибо заяц лучше бы ты на гудгейме конечно поддержал вам маленькая копеечка в рейтинг уже ему пока пассивно я решил сразу выбрать большую карту в первой же игре забавно это как-то у китора денег слишком много стимпак мариносы ну и чем отбивать личинки есть может ты хоть закажешься что ли где-то заказ-то тор где-то заказ 1500 минералов почему все равно ничего не заказывает при но он за он заказался когда медивак уже улетел зачем вот видимо тоже волнуется элементарные просто ошибки но когда деньги копится это уже совсем не внимательность 1200 на 500 и джонни тебя съели 2000 на полторы а он лэйр забыл о вот это печаль это реально жесть у него уже один один грейды готовы нету лэйра он не может себе позволить сейчас заказать это не скорость роучем не инфистарню и грейды 2-2 у него простаивают он сейчас видел что у него на мэйне высаживаются майки по крайней мере ловером если он на это внимание потратил поставил полу там где не нужно этого делать как раз подробно минус пул и вот сейчас как будет зерк тратить деньги вообще не представляю и я вам скажу больше это 1 1 тир мастер лиги 3000 минералов на 7 минуте даже в моем алмазе денег меньше но это не потому что китарков играет потому что он зашил учитывая всю экономику которую он смог получить он ошибся самой главной вещью это слоером ну и он заказывает дешевых собак имея очень сильный инкам хотя участникам уже не такой сильный 16 12 12 я посмотрим сколько он добывает минералов в минуту шпили лучше бы тоже вы здесь не ставить потому что тиран часто делает дропы есть смысл куда-нибудь спрятать подальше используешь делать выход уже с грейдами с читами great на минке она минке тиграет зачем ты же минкет не играешь непонятно видимо на будущее совсем на будущее таки торг начинают танки осаду вот сюда вы еще танк поставить это было бы вообще фаталити либераторы в позицию встают отсуток уже не выкуришь рабочих приходится переводить были не до сих пор без мува собаки без грейдов 2 2 у него должны уже грейды быть готовы практически сейчас придется ждать еще как минимум 100 секунд не чем меньше 100 секунд в любом случае немало где сплит микро лоу отвлекся на что-то сплэш может собой заказывал видимо да скорее всего он стал устроился по и показывается по и нужно было до того как ты пришел к зерге на крип сейчас он потерял всех мариносов позиции с либераторами queenie 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 дпс у queenie не хватит чтобы два либератора пробить под танками даже с полной маны это будет очень непросто они слишком медленно стреляют хотя и дальность у них сочная гелионы с адским пламенем помогают лингов сжигать сейчас еще два либератора прилетит уже через некоторое время это было опасно минус 2 queenie и в заказе 3 муталиска китор проиграл с 3500 минералами и 1700 газа то есть в сумме у него 5000 ресурсов учитывая что у него 4 базы вот знаете что в такой ситуации делать просто зажимаешь кнопку sr заказываешь рачей на все деньги потому что собаками ты не отобьешься нет либераторов не от танков не датского пламени просто лимит рачей все что угодно отбил бы этот выход просто трата денег когда у зерка такая экономика его очень тяжело убить ну и да кстати когда ему убили пул по моему он не сразу заметил что ему его убили твердая хорошая бронза мап так пока захватик человек ступил в клуб флайката такую же я могу сам карты включать мне все равно очень печально что нет предпочтений у игроков по картам то есть им все равно где играть а где же special tactics мы скил нам пофиг космозак поднял зерк тв в конкурсе стримеров на 100 рублей и сообщает вот я поддержал канал денежек немного дал чтобы развитие стремилась к лучшему каналу спасибо спасибо за это большое так но я создаю у нас битва короче идет за денежный призовой фонд и за модераторку в чате интересно китор согласится если мы его забаним если он проиграет если победит придется дать ему модерку до первого косяка так следующая катка захват поехали и забанила может раньше времени забанить да не он вроде стал себя получше вести хотя мне конечно надоело все это сегодня я веду себя хорошо завтра плохо погнали так а вот я от тебя не увидел заказов это еще раз напомню если вы хотите чтобы я вам что-то привез из германии что-то конкретное штаны неважно еще что-то shop.take.tv .net или пишите в гугле shop.take.tv заходите на сайт и дайте мне ссылки говорите что вы конкретно хотите да уж повод менять вначале совсем волнение что-то китор вообще прям паникует 300 на 400 апм включаем полезный апм 30 на 60 вот он настоящий апм мастер лиги и это чистая правда потому что вот так вот делать это не значит что ты бог про геймер так может делать каждый просто делать вот так мышкой если у вас будут заказы с хоместори пишите в skype советую купить себе балахон он прикольный черно-красный как у меня привет асд не мог вспомнить название карты название карты мне нравится больше чем сама карта но очень сложно вот с этими камнями просто их слишком много вот эти кстати разбиваются реже всего крайне редко будет одежда с моей символикой когда мы ее произведем создадим дизайн отдадим на производство и сделаем маленькое начало этому уже положено совсем маленькая как выглядит вы 24 часа часа формат после обновления ну как бы а причем здесь вообще starcraft что значит 24 часовой формат в игре это где вообще делается а это в настройках батон это скорее всего не знаю правда зачем тебе понадобилось время в самом starcraft вроде часы у всех есть мобильники под рукой и на компьютере время показывается ни разу не смотрел на время в starcraft забавно Не, вот что Китар делает грамотно Он в прошлой игре очень круто разведывал На протяжении вообще всей игры Постоянно залетал оверами Всегда контролировал ситуацию Что происходит? Ошибся Я мерил мини-карты, ага Вот такие цены на все в Take TV Shop Ну потому что, во-первых, это не Россия И какой-то рынок Для бомжей А одежда с символикой от Take Sons И уже готовая То есть тебе не надо никуда идти Отдавать в печать, присылать картинки Делать макеты Тратить на это время, силы, нервы Ты просто берешь, покупаешь и все За все это делаются деньги Потерянный овер Че-то у Китара много потери для начала игры 336 минералов Ведь у Хат он, наверное, раскат чуть не собирается Он в то же самое играет, но главное, чтобы он не завтыкал 4731 место в конкурсе стримеров Спасибо за внимание Ссылка на канал обойлера Но правда он не стримит О, начал наконец-то дрониться Вот вроде овер такой четкий Знаете, вот он стоит и показывает Что здесь ничего нету Что проход открыт Стенка раскрыта Бери, забегай, не хочу На самом деле там Есть чем поживиться Хотя, конечно, 30-40 собак вряд ли отобьешь Так уж легко Но с появлением двух мин этот вопрос решается 5 оверов наперед Че-то многовато Переборщил немного Зергам, кстати, реально Нужно выработать в первую очередь Жесткую механику игры Как красиво высадил Мариков Ты как царь, а вокруг прям Но все равно овер улетел Ой-ой-ой-ой Забегание собак Лол Мариков-то убили Минка Запикапил и полетел Бэм Как у собак подгорел Пукана На сайте все майки сделают дешевле и быстрее Окей Ох, лоу Не хватило одной секунды Песец, Китар, ты че серьезно? Ты не мог КСМ убить? Зачем фокусить командный центр Которого строит КСМ? Он мог отменить сейчас базу И остаться в таком преимуществе Три полностью раскачанные нычки На буквально вот Две Полностью раскачанные нычки И то не полностью, кстати Рабов не хватает на каждой базе парочки Это была бы стопроцентная победа Здесь даже заказываться не нужно Ты уже победил Китар опять 1500 минералов Ладно, не буду ничего писать Сильно он отвлекается на что-то Зергу надо реально выработать хорошую механику Причем механику внимательности к соплайблокам И к инъекциям В первую очередь к инъекциям Потом к соплайблокам Если личинки все время лежат на земле Вот например, как сейчас у Гитара 13 штук, это плохо Это плохо, плохо, еще раз плохо То есть 99% времени Зерг может вообще не делать ничего Кроме траты личинок И только на этом побеждать А, Строф, он будет завтра стримить Наверное Вот позиция у Либератора, кстати, очень жесткая Квина, конечно, решит вопрос На сколько времени Либератор выиграет Он еще 9 киллсов сделал при этом Куини! Шивак, Куини Ну, 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 пни! И тут тебя начинает шатать Вот пошел АПМчик АПМчик! И передроп на мейн И зерг начинает бегать Туда-сюда Направо-налево Налево-направо Ну, мутка, где ты? Ну, дронов-то отведи Мастер! Фломастер! 4 апгрейда в заказе Скорость с рачам Грейд на муту А мут-то где? И там передроп И тут передроп Сейчас бы спорки поставить Он так и будет бегать Этими собаками Направо-налево? Ребят, это не мой ученик Это, видимо, его сестра играет Я вообще по-другому учу играть в Старкрафт Но, лоу, он просто поплыл Зачем он заказал собак вместо муты? Если у него газ уже есть Но он так сильно нервничает Это просто не передать Переживает Молодой Че сказать Ну, не будем судить строго Как только он найдет кнопку М на клавиатуре Он закажет муты И деньги потратятся Продакшн и зерга больше терана Это, кстати, плохой знак для терана Если за тераном повнимательнее Ого! Два арсенала? Почему грейд на нем тогда только... А, уже два... Стоп Грейд на воздух? Зачем два арсенала-то? Я тут серьезно не понимаю Ой, как сейчас либераторы здесь зайдут И на рампу раскладываем И поднимаемся выше Серьезно? Ой, как мута зашила Боже мой Господи Как варики нашибают лингов У Китора только сейчас Делаются Бейлинги и караптеры Че-то все плохо Одна плетка не решает Против таких дропов Но учитывая, что у зерга 2000 минералов На каждой базе можно и по 5 поставить И на экономике это не отразится Ни капли Просто бегать всем лимитом за одним мидиваком Три раза подряд Направо-налево Это Плохо Неэффективно Так Следующая карта у нас Геттисберг Это же озвучка этой девки из Overwatch, да? Вот известно о Мариноурде, куда он пропал Вроде как Немножко сдулся Доиграет еще на турнирах На некоторых Вроде приедет на Хомстори, наверное А, кстати, нужно посмотреть полный список участников Хомстори Я его до сих пор не видел Он же вот только недавно стал известен Так, 0.2 в пользу Сплэшем Петтисберг Ну, давайте У Тирана ошибки Уже Силу двух полковников Четырех майоров Десять капитанов Двадцать четыре лейтенанта Два сержанта Лол Кэтт, чё я говорил-то я забыл Вообще не ваши забивают А у нас позже Зазеранов играет Давненник Как и я Зазергов Личная битва Что-то я забыл, что я хотел сказать Бойлер меня сбил Так, чё там ВКонтакте? Сообщений нету А, билды игроков Да, то, что они отшлифованы Ты смотришь на них И у них всё чётко То есть, размеренная экономика На каждой, на определённых секундах Уже всё по-жёсткому строится Чётко и ясно Если Ну, игроки занимаются развитием То есть, даже хороший билд Хорошо исполненный Это очень большой плюс И к морали То, что ты делаешь То, что ты тренировал И большой плюс к эффективности Пристройка готова Долго всё как-то Господи Иисусик Вот играет такое озвучка в Старкрафте? Видимо, да Субтитры делал DimaTorzok 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 Какая-то супер хитрая траектория у Оверворда Можно было бы просто вот взять вот отсюда И полететь просто вот сюда И потом обратно вернуться Режим готов Овер увидел, что делается как бы танк Заказан типа стимпак Типа дропмариков Если и будет, то будет попозже Дитора дома что? Можешь выиграть у Ии самого сложного? Нет, ты что? Это слишком тяжело Ого! Блин, он креативен, конечно Только вот что-то как-то это не вписывается в билд То есть сначала закапывается Сначала закапывается, заказывается мина Потом делается адское пламя Но при этом факторка одна И гелионы под реактором не строятся Я что-то не понимаю вообще, что здесь происходит Поэтому посмотрим за зергом Английская версия еще хуже Да она не то что плохая Просто она как-то немножко не старкрафтерская Посмотрим, что сделает этот дроп Решит ли он игру Что-то у меня такое ощущение, что будет 4-0 Мину он загрузил Интересно, сейчас минка первая же высадится? Да-да-да, закапывай И мариками можно вот здесь за минералами стоять Или прижаться друг к другу Зря я за минералы пошел, можно было просто встать Бэм Два киллса, передроб на третью базу В метро 15 личинок Хотя бы медивак убил, уже приятно Ну вот толку от этих шести квин, которые бегают туда-сюда Они ничего кроме крипа делать не могут Ты ставишь тут три рача, здесь три рача, все И никаких проблем с минками, никаких проблем с квинами Они медленные, они там плюются еле-еле с медленной скоростью очень Почему делается грейд на атаку, если рачей и ручварина даже нету? Что-то они как-то слишком сильно волнуются Вот вторая факта уже подъехала Нашего пижамного парня Он настолько в себе уверен, что даже базу спокойно делает на третьей нычке Ничего не боится Вот с танками можно что-нибудь веселенькое устроить Вот здесь, кстати, тема есть Можно танк поставить сверху Какую-то пехоту сверху оставить И передроп сюда еще одного танка И тоже пехоту Буквально четырех медиваков Тяжко выбить Если что, спасаешь танк, передропываешь в другую сторону Ну наконец-то пошли Хачи-грачи Зина Буравьи Да, вот теперь конечно не самая лучшая экономика Учитывая Выход Терана Довольно специфичный Просто я не понимаю Для чего было сделано адское пламя Если гейлеонов в армии нету Ооооооооооооой Как сейчас минка вошла Жестко в медивак попала и в мариносов Ну мариносто загрузи Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооокоя Довольно жаско Роуч Варина еще нету И приходится драться с грейдами, но без скорости Скорость важнее грейда И для дотекания, и для убегания И просто для основного сражения Чтобы врачи сзади не толпились Ох, грамотно, найс Заметил геликов через мост У Терна сейчас ничего нет Его легко можно пробить Прямо сейчас роучами 20 врачей Спокойно убьют 14 мариков Еще один под заказ И все Порость бейлингом даже решил заказать Китор в этой игре хотя бы повыше выглядит Начал деньги тратить нормально Загрался, может не разыгранный был кстати Даже если ты не разыгран Ты все равно можешь играть Хотя бы по механике игры На мышечной памяти То есть кнопки До заказов у зерги все равно нажимаются Очень быстро и часто Как бы ты давно не играл Троп на мейне Можно лаер забрать кстати Если постараться Если б сразу он всеми тыкнул Здесь мародеров 2 штуки всего Глуп хотя бы 4 Ой как врачи сейчас дамаг получают Ай Тиран тоже леса подкопились Что здесь мародеров я сейчас забыл Видимо в бинт попал Кстати вот это прикольная тема Их вообще не замечаешь И вижена нет Закапываешь просто в таких рандомных местах В любом минка будет и палить информацию давать И шандарахнет если линги побегут Три танка Четвертая база Вот ее скорее всего Китор отменит Он пока не проверял Он вообще не разведывал с самого начала игры ничего Чего там вообще у Терна Где когда Не нужна разведка Обязательно нужно Танков не хватает Танки очень далеко Чистой пехоты может не хватить чтобы столько роучей держать По 2 на 2.0 Либератор тоже поздно А вот поставив танки наверх заранее 4 штуки Зерк вообще бы не поднялся Никогда в жизни Наверное еще и отобьется Ой мба Ой мба Ща отобьется с мародерами на стимпаках Даже база 4 доделываюсь Латвин Я без понятия Играй с людьми Как можно играть с компьютером И третья нычка работает И в хай в зерк выходит Молодец Это уже больше похоже на Китора Но должен Китор эту игру взять Если как я на танки не наловится На 5 штук разложенных Будет здорово Трип можно продвинуть Было бы Куда те дроны то К нему противник идет Он дроном заказывает Странно Китор не всю обилку реваджеров использует Ну лексион это нормально А ты че хотел У меня в игре с поми было 170 лимит и у него 90 Я проиграл потому что наломился на 8 танков Я проиграл потому что наломился на 8 танков Думал что их там меньше Ну давайте я отчет в том что если у тебя больше баз это не повод ломиться на пофиг С кем бы ты не играл Я бы то ни был Можно было бы кстати по унитарку построить Инженерка Что то странно он делал грейды не на пехоту На атаку защиту все это время А грейды на атаку танкам и на атаку пехоте Грейден броню он заказывает только сейчас Ну просто стрёмное место для инженерки, согласитесь Чуть что, она сразу умрёт Но тут защита довольно серьёзная Ну-ка, отлично, тирана Довольно забавно Фига озвучка Ну-ка, я хочу ещё послушать Прикольные фразы С месторождения кончилось Надеюсь, тебе есть куда расшириться Расшириться? Забавно Ну давай, сплэш, тащи Танки, ДПС, холбаты, минки Раскладывай Раскладывай Стимпак Ох, жесть Как сейчас танки заряжают врачам Вы гляньте, как разлетаются роучи Ну, тут уже реально лимит пехоты с либераторами и танками Это уже врачами не убьёшь Нужны вот эти ребята Нужен адреналин, который, кстати, не в заказе Пять ультралов Физерга сейчас не хватает времени У него 20 секунд Имхо, кстати, ультралы слишком быстро Слишком мед... Да, слишком быстро делаются 40 секунд для... Т-3 юнита У Тоса... Меньше минуты ничего не строится Жизнь, боль Он не дождался либераторов И начал драться раньше Но ультралы могут добить то, что осталось Вопрос только в караптерах Убьют ли они либераторов Или хватит мариков, чтобы отбить их Кусок танка вообще улетел в другой конец карты Бэм Ультралам вообще пофиг Как они раскладываются просто Он же просто хотел обнимашек Еще пять ультралов А, они без хитина еще были Вот почему их мародеры так пробивают на халяву Вон оно, в чем дело Какие баталии интересные, а? А вот сейчас безысходность Когда экономика кончилась Размен произошел в минус Зерк потерял всю основную армию А ультралов вышел поздно Он плохо подрался в центре Думал, что потянет время А в итоге да 3-0 пока Пока 3-0 Тиран всю игру терпел Чуть не умер два раза Но все равно победил Так, сейчас ждем следующую карту И это при условии, что Зверь в пижаме играет не своей расы У него второстепенная Ну как у меня зерги Они еще ЗВЗ хотели Мне кажется, будет камбэк в ЗВЗ Так Досан Досан А давайте досан Или не досан Или досан Ну что, почему смерти? Так, Наруто Сейчас стейкс нам переписываюсь Погнали Залтайку кое-чем Так, все видно У меня есть желание Запилить зергу базу И делать вот такие вещи Это очень круто Тебе приходится ставить базу Очень далеко Противник об этом Понимает Он может это дело Дополнительно чизить Если захочет Зергу очень сложно Снимать осаду Но здесь овер такой Беспалерный Который Идет бункер Как интересно Титур на это среагирует Это очень, кстати, важный вопрос Бункер на входит Кэш сочно Космозаак поднял Зерг ТВ в конкурсе Стримеров на 100 рублей И сообщает Голос 1 Я играю в старик с детства Лет с 15 Наверно Но сейчас мне 32 Я Нубиара Азаза Голос 2 Хватит ныть, брат Клешни руки Посмотри гайд на ютубе Гайды зерга Просто класс Подпишись Клац-клац Клац-клац Забавно Спасибо О, теперь он начал развиваться Уже на базе у зерга Причем по полной программе Решил обстроивать его бункерами Зерг не может переводить рабов Сейчас на другую нычку Собаки со скоростью Пытаются убить бункер Который никто не чинит И там всего один Маринос Че он один-то все Блин, почему Маринос-то один Я не понимаю Оооооу Какая жесть Как можно было облажаться С таким Удачным началом То ли он сопой блок Словил То ли я чего-то не доглядел Но смысл был в том Что Мариносы Должны были строиться Сейчас будет гелик У зерга Беллинг Неста Наверное нет Ага А если найду Ой-ой-ой-ой Это не отбить Это не отобьешь Никак Причем Китору все равно Что сверху Он даже не палит Сейчас своих лингов Он будет просто взрывать К чертовой матери На пофиг Че бы там не было Ага Все это КГ Ну Чизер Чизера Погоняет Как говорится О, а бы Минка Она бы всех Беллингов Убила бы А сама Он очень Поздно начал Мариносов строить Он же мог вообще Грубо говоря Этим Ну как минимум Три Марика Точно должно быть Было быть в бункере И вылезать оттуда Не было бы смысла Ты уже запер зерга Тут до конца гейминг Просто когда первые Два бункера Были готовы Зерга Скорость Очень долго делалась Только когда она Доделалась Он начал нападать ГГ Три один В пользу сплаша Зачем чизить Я не понимаю Смысл Не умею такое делать Говорит Не умеешь Не делай Ну ему надо было Либо подкопить Мариносов И вместе С ними Идти Либо вообще Базу нижнюю Отменять Он хотел Запереть его Как-то вообще Капитально Гоу Так Храм Вальдах Артём Я скажу Что мне насрать поехали гугл ладно, камбэк сделать легко но чист как бы был немного странный вроде и не 3 прокси барака было, и вроде риперов не было вроде как и бункера построились и в итоге ни марики, ни бункеры ни риперы, ничего не зашло лучше бы он просто поставил 4 барака и клепал бы в них мариносов ну как раньше, чизили с прокси бараками чистыми чистым ммм это бы и то больше польза принесло мне кажется так, ждем развития ну вот Продолжение следует... Продолжение следует... Сделать с первого раза... Вот я удивляюсь людям, знаете, вот... Говоришь вот человеку... Допустим, фразу... Ты можешь так сделать? Ты понимаешь, о чём я говорю? Да, понимаю... Потом, когда дело доходит, что человек должен это сделать... А как надо сделать? А я не понял... А что нужно сделать? Непонятно... А я не помню... Сука, ненавижу таких людей... Просто терпеть не могу... Просто терпеть не могу... Как так можно? Фига, рипер сиганул на такое расстояние... По-моему, у нас чизерок подъехал... Все-таки соплай блок... Очень поздно заказал овера... Овера всегда нужно заказывать заранее... Один лишний точно не будет... Конечно, один номер, это 4 собаки... Но бейлинги сейчас могут изи выиграть... Просто изи... Факторка поздняя... ЦЦшка ранняя... Собаки сейчас забегут внутрь... И там нет гиллионов... Тайминговых... Которых сплэш не играет... Взрывай, побеждая, унижай... Давай, 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 давай... И линги побежали... У-у-у-у-у! Вы видели, бейлинг подпрыгнул... И умер в прыжке... Только лингов мало... Но это всё равно достаточно, чтобы бить двухмаринозов и рипера тоже... Ай-яй-яй-яй, может КСМ ему помочь. Почти идеально застроился. Главное, чтобы дырку тиран не запилил до конца. Может, еще и отобьется тиран. Может, доживет как-нибудь до мин. Почему мины-то не гелионы? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Вот дронов он сейчас заказал, наверное, зря. Он ждет бэйнов, ему нужно домасить лингов. Попробовать ворваться. Потому что преимущество он может уже не получить. Все-таки там мулы и факта есть. Ему надо разминировать минку. Ой, Марина соубила мина. И всеми бэйнами. И вот сейчас забегать. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Порочти барак погиб. Порок почти погиб. Давай, сплэш, микри, как можешь, микри Команды, центр почти сгорел Какая эпичная битва И вот эти собаки уже не в тему Потому что их надо было заказывать раньше Китор зря SD нажал Ему осталось просто всего лишь еще раз забежать Либо сейчас вообще не делает собака Делать только дронов и делать две фау-базы Быстрее врага Ну, нападать, когда там уже гелионы строятся с минками Это уже фейл И от Коуди И всему чатику Чатикам Ребят, на ютубе я чат не читаю Читайте описание трансляции Неужели он будет опять бейнов делать? Ты думаешь о билде Артаниса через W? Чего? Какого Артаниса? Какого W? О каком билде? Че ты несешь вообще? Сходи в церковь Билд Артаниса Через W Тут Старкрафт как бы, если что А закупка-то тебе зачем? Это немного неясно Зачем закупка Трачей Если нет лейера Микрить рачами, закапываться? Ну, смысла не вижу Там минное поле Уже конкретное Наверх, в принципе, нет смысла подниматься Берем минки Берем мариков Дропаем Ну, возьми минки-то Две штучки хотя бы Ну, хоть две Блин, нафига пять мин дома оставлять? Рабов не строят сплэш Ой, не строят рабов Зачем же два командных центра Если ты рабов не строишь? В зерго уже 40 рабочих Высаживаемся Можно было под бустом на вейн полететь Как вариант Конечно, даблгрейды делать двух бас тоже дорого Но у него вроде третья строится Он должен сейчас ее попробовать защитить Ну, наконец-то он начал делить армию Ну, в кои-то веки Причем, самое смешное Бейлинги реально могли бы И командный центр взорвать, и барак Если бы последние три бейна Взорвались бы в здание Сплэшем погибло бы И то, и другое Сплэш бы умер от сплэша бейлингов Грейды все три штуки пошли Отлично Ждем их Уже можно давить Просто на пофиг Рабов до сих пор 20 утерано Уже могло бы быть 35 Если бы он их строил нон-стоп Нельзя же только войска строить Потихонечку Марькова подстраивал Аблибератора сделал на всякий случай Танчик один И все, можно дальше КСМ делать Много зерга Минки-минки-минки-минки-минки закопай Ой, сейчас бомбанет Они все очень кучно закопаны Если зерга-то увидит Реводжерами Может попасть у них Танк на хайграу один царский Ничего с ним не сделать Вот понимаете, вот даже Получая преимущество Напасть ты не можешь 1100 минералов довольно много Надо тоже как-то это исправлять Самой бог, сейчас был неприятный Ну и нападать до грейдов тоже фейл Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь, тебе есть куда расстрелять Субтитры сделал DimaTorzok Дальше Высылайте подмоку! Припасы кончились. Построй еще хранилищ Если Китор отбьет эту атаку, у него будет очень хорошее преимущество Но он не стал нападать раньше стимпака И щаас, сплэш будет потихоньку двигаться все вперед и вперед Там и Грейды, кстати, уже на подходе. Ну правда долго их еще ждать Вот Мфистарнина, не знаю, нужна ли сейчас Но чистыми роучами ломиться в этот узкий проход фигово Нужно камни расчищать, чтобы не было вот этих передробов постоянных Специфичная карта Один ничего не знает, другой ничего не знает Собаки со спины, опа, опа Но это Алоин, третьей базы здесь не будет Но Грейды делать двух баз для танков тоже, наверное, не очень круто Линги со спины хорошая идея Но они здесь сюда забежали, чтобы отдаться, видимо, на танки Как же он шмаляет, бэм И пошел выход Но сплэш очень далеко отошел от своих танков и пехота очень сильно разлетелась Вот теперь танки пошли в бой Тяжело терна здесь выбить И реводжерами не подойдешь сверху как-то И табилкой не покидаешь Потому что медиваки вижен дают Вроде как и пехоты много Но нужно все равно как можно шире зерга вот так вот армию поставить В фронт Может быть даже заманить специально тирана Поглубже, как говорится Зерги поднял Зерк ТВ в конкурсе стримера на 50 рублей и сообщает Держи Зерк, сумма общего доната тебе хватает на прем Даш? А? 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 Привет, доцент Премов нету в этом месяце Не могу их купить Запретили стримерам покупать премиум Вяжи в угол Найс Вижен на ХГ и обилка по танкам Да, можно нижнюю группу ближе подвести Верхнюю ближе подводить Верхнюю ближе подводить Демоши какой-то нанести Либератора-то заберите как-нибудь Это клуб фамилия. Купить. Нет, ну можно вручную купить их и раздавать? Ну просто это придется по одному покупать. Это очень геморройно. Хотя бы десяточку надо купить. Хоть 10-20 на время этого. Хомстори. Во время просмотра хомстори тоже буду прямо раздавать. По традиции. Ну-ка. Что же сильнее? Четыре базы или одна? Даже караптеры уже появились. В количестве трех штук. Пяти. Ну хайф-то зачем? Ну задави ты противника лимитом. Тут ничего не осталось. А прикиньте, если бы у сплэша был прокси. Сейчас. Так, от зерга надо смотреть. Да, это было бы довольно забавно. Г-г. Так, сейчас один звонок телефонный сделаю. И у нас счет 3-2, кстати. Уже камбэк небольшой китар делает. Пятец. Пятиминутный перерывчик. Пятиминутный перерывчик. Да? It still failed. And every time you fail, it's painful. It causes sadness, and especially as I saw last night it causes disappointment. I've often said a man's character is not judged Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Я хочу, я хочу Картинки нет А, ну все нормально Так, теперь у нас карта Досан Где музыка-то? Блин, ребята, вы бы не могли кидать в чат Как-нибудь поменьше Размером гипнозап А то они какие-то суперздоровые Я бы даже сказал, слишком Поиграть, если честно, охота Немного Так, время 10 Ну, учитывая, что карта маленькая Китор, наверное, все-таки правильно делает С одной стороны Ну, не в хат уже на золоте играть Мало ли что там В настройках чата можно выбирать иконки Для отображения Звездочки, цвета и так далее Отборные жабы Юморист 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 Of course, я не могу каждый день игры зрителей делать Не могу О, Близзы уже изменения написали? Нифига себе, какое оформление новости красивое Первый раз за 6 лет Близзы реально красиво оформили новость Прям вот реально красиво Я аж в восторге Дальность поражения темпа с наземных единиц уменьшена с 15 на 8 Теперь, может быть, прогеймеры додумаются батонов строить? Впервые в жизни Время применения 4 секунды Да, Мамонго собрал на хомсторе Уже купил билеты Завтра, послезавтра еду в Германию Еле-еле в последний день За день до выезда собрали Прикольно Ну, я все равно патч подожду Потому что написано здесь, может быть, одно И опять китор чизит И то фаст мародеры здесь от зверя в пижаме непонятные щиты Мариком заказаны Че он вообще делает? Кринь какая-то Пуш с одной базы, такой с стимпаком неожиданный Пехота Ну поставь ее Ну можно же поставить пехоту поближе в узкий проход Чтобы не забегали линги Блин, ну такая очевидная вещь, которая в бронзе учится Ты же видишь, к тебе собаки бегут Встаешь кучненько и все А теперь соплайблок, конечно Потому что бейлинги взорвали соплай Две штуки Вообще, в принципе, на этой карте можно и Учитывая, что она реально проблемная Можно делать два барака в застройке Типа как-то вот так вот Как гиды просто делают Да, буду снимать корейцев сзади И кореянок Тоже Товашняя запись на ютубе будет? А ее там разве нету? Ммм Вообще должна быть Так-так-так-так-так-так-так-так Оп Блин, у Китора такие задержки огромные Между забеганием бейнов и собак Если честно, вообще я удивляюсь, как он в мастер вышел Серьезно Это должно быть просто одновременно происходить Бейлинги здесь И собаки уже бегут на оклике Он же не может вечно Кушать Ему бы бейлингов сейчас завернуть Хотя бы парочку из этих собак Но с появлением танка уже ничего не сделаешь Просто ставишь сюда танк и все Куда они побежали? Домой что ли? А, камни грызть Неплохо Конечно будут записи с хомстори Нет, блин, я поеду в Германию И не сделаю записи своих игр, которые буду стримить Это останется тайной Конечно будут В этом весь смысл Увековечить что-то на ютубе На прошлом хомстори, кстати, мне игры вообще не понравились Ни одной игры интересной не было Абсолютно дефолтные игры Не было ни одной не эпичной игры Ни какой-то красивой Вот все как под копируху, однако одной Привет, скроул Ой, сейчас может быть весело Два сопой блока? Нет Один Будет неприятно Ну овер же Появятся атаки? Боится Так, 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 так Вот очень интересный момент Как он бейлингами воспользуется сейчас Он знает, что терн его не видит Пока он не подойдет на рампу Так Так, так, так А клик! Красавчик! Вот была бы скорость Был бы крип Был бы здорово Бэм Ну все, танк Смотрите, там мина За танком Не видно причем Ой, какой залп Шикарный Шикарный скан От сплэша Минус все бейны Еще 22 линга Ну китур медленный Он очень медленно заказывается Он видит, что к нему идут Он вообще палец Кнопки Z Не должен сейчас убирать Он должен отбиться Любой ценой Давай, давай, давай С бейлингами С квинями А маленьких сейчас все больше И больше будет Пяжка Да, танк там шмаляет Вообще мощно Причем собак-то Не похилишь квиной На Кеспе Недавние игры Интереснее Нет, ну это понятно Только За эти воды Кеспы Наказывать люди Умеют Найс Оставай сверху Проблему решить Экономика Экономика, конечно, не к черту Хотя У терна всего одна база Вторая только достроилась Ох, сейчас минка жахнет Ох, жахнет Нет Повезло Крип На такой маленькой карте За Там раз Два Три Четыре Ну, за пять опухолей Можно до центра карты дойти Хотя бы немножко Крипа Можно было сделать Крип, пока еще не было Терна здесь Это видео, что к тебе идут Так, не гнагг поменять В настройках Поменяется в настройках Или в настройках игры Или в настройках сайта Или в настройках чата Что дороже Хомстори или Кеспа Ну, как ты думаешь Куда дороже Слетать В Германию Или в Корею Этот овер Как висел здесь Так и висит Все это время О, бункер Даже продать успел Сапплай Такой недостроенный С 15 хп Хм Странно, что Недостроенное здание Не горит Да Тандер О, дроп бейнов Это интересно Ис, реакция Смотрим Он микрит Он не видит Ой-ой-ой Вот это смачно Вот это дропчик, а Даже тиран Столько этими дропами Не убил Сколько зерк Но отобьются ли линги От трех танков с минами Сейчас тимпак подъедет Щиты марпекам тоже есть Вот сейчас бы раз тимпак Вколол бы Убежал бы по танке Неужели тебе эти щиты Мариносы помогают Да, лакпок Я думаю, что должен Ой, сейчас это было смешно Чуть не получилось Очень интересного Залпа мин ГГ У нас есть победитель 4-2 Выигрывает Сплэш И Китор не получает Модраку на гудгейме А сплэш получает Кучу всего Вот так вот Там кинули ссылку На будущее изменение Патча Через Неделю Через неделю и два дня Адепт Дальность обзора Уменьшена с 9 до 2 Призы только умеют Что резать процессов Запас здоровья Призмы уменьшат Скорость передвижения Грелки увеличили На 0.4 Ух ты После разработки Скорость передвижения Зилота Составляет 4.13 И не 3.85 Бафнули скорость Зилотов На 0.3 Ну да Теперь все начнут Зилотов играть Ага Сейчас Перехватчики Удалена Из игры Перехватчики Стали Бесплатными Теперь способность Создать Перехватчик Применяется По умолчанию Господи Неужели Они это сделали 6 лет Этого ждали Просто Каждый батон Выходит из Таргета Ему нужно Нажимать Правой кнопкой Автоматически Делать Перехватчиков Это очень сильно Бесило Это все равно Что заставить Каждого Мариноса Стимпак Отдельно Нажимать Это очень Раздражало И постоянно В некоторых Батонах Перехватчики Делались А в некоторых Нет Темплиер Двухминутный Апгрейд На Блинг Угу Охренеть Я не знаю Как можно Зергом Вообще Проигрывать В ближайшее Время Запас Бейлинга Увеличивает Здоровье На 10 ХП Запас Здоровья Бейлинга Будет Увеличен На 10 ХП Бейлингов Будет Вообще Нереально Сложно Убить Впервые Близзы Начали Трогать Т1 Юнитов И бафнули Скорость Делам Бафнут Бейлинга И хитин Снижается Они вернули Две родных Брони Ультралиску 2 плюс 3 апгрейда Это 5 И плюс Еще 2 С хитинового Панциря Это 7 То есть Броня Ультралиска Будет Не 8 А 7 Таким образом С ними Будет Гораздо Проще Играть Как раньше Короче Они ввели Это изменение С выходом Легаси И через год Поняли Что облажались И вернули Все обратно Потому что Нельзя так резко Бафать Юнитов Таких мощных Раевика Решили пофиксить Господи С ума Сошли Ни один человек В мире их не строит Они их Пытаются фиксить И заразитель Может применять Способность Находясь Под землей Теперь Инфесторы Будут В закопке Неожиданно Кидать Микосы Ты даже Об этом Не увидишь И не узнаешь Потому что Инфесторов Просто не Заметить В гапше Зерга На больших Лимитах Вот гидролиск Это просто Пипец Реально Можно на Зергов Или на Теранов Переходить Ни одного Баффа У протасов Фикс Призмы Фикс Адепта Фикс Фикс Темпуаров Ой Фикс Темпли Блин Темпостов И Бесполезный Блин к даркам Двухминутный Который делается Его даже На ранней стадии Не побудешь Это для Мидгейма Как минимум И то Проще Делать Это Адептами Прибежал Адептов Костанов Все Они Начинают Рабов Убивать Потому что Дарк Ближнего Боя Адепты Рейнджа Эммм